Друзья мои, всем привет! Жириновский был пойман на улице, ему высказали в лицо все, что о нем думали, и он ретировался с позором. Но сегодня я вам расскажу, как люди встречают на улицах кандидатов от партии «Единая Россия» и что они им говорят, как их разносят. И это далеко не все, о чем вы сегодня узнаете. Перед просмотром обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, это поможет в распространении информации. Потому что кремлеботы активизировались и пытаются гасить правду. И начнем мы с того, что представители разных партий сейчас активно ходят и пиарятся, создают имитацию бурной деятельности, общаются с жителями. Как только выборы прошли, как обычно, все забывается, сразу никто не ходит, ничего не делает. Но вот за два месяца до выборов обязательно нужно ходить и имитировать то, что как будто проводится какая-то работа. Пустить, так сказать, пыль в глаза. И вот одному кандидату высказали в глаза все, что о нем думают. Где вы взяли деньги на такую, значит, роскошную избирательную кампанию? И сразу скажу, если вы ответите, что вы взяли их из своего кармана, я не поверю. Потому что столько денег иметь нормальному, честному человеку, россиянину, это просто невозможно. Это первое. Это он не ворует. И второе. Если вы скажете, что вам партия дала, партия жуликов и воров, так и скажите. И *** я. Партия жуликов и воров вас финансирует. И вы так его же ***. Вот или два, или третий вариант. Вы как? Выки, пожалуйста. Где надо оставлять? Вы знаете, когда меня уже опустили ниже плинтуса. А кто вас опустил? Наша родная сторона, которая возглавляет Единая Россия и НАТО действующая власть. Вы знаете, приводной ремень. Вы знаете, что вы не будете делать? Мы с нами знаком очень давно. Да, знаю. И вот я пришел сейчас выяснить отношения. Да, со мной отношения выяснили. Мы сюда работаем. Да. Где вы взяли деньги на свою избирательную компанию? Вот я на след просто выборах участвовал. А посмотрите, пожалуйста. А ведь билборды эта штука крайне недешевая. Очень даже недешевая, я бы сказал. А сейчас вот такие билборды по каждому городу расклеены абсолютно везде. Даже в небольших городах стоимости на такой билборд начинается от 15 тысяч рублей. Я узнавал. Ну а в рамках города понимаете, сколько на это нужно? 10 билбордов, 150 тысяч. И это всего лишь на месяц. Даже на один билборд не смог денег насобирать. А вы нормально просвету выборную компанию, без проблем. Ну, ЗАГСобрание. Теперь, значит, у вас Госдума идет. И тоже весь город с завесом билбордами. Это огромнейшие деньги. Конкретный вопрос. Где берете деньги? Имею право спросить. Нет, вы сейчас ответьте. То есть партия *** поваров. Единая Россия. Его финансирует. Значит, и он такой же *** вор. И вам место ***. Они в Госдуме. Еще раз говорю. Место доктору Иванинскому ***. Они в Госдуме. Вот люди кричат правильно. Правильно. На *** тебя. Без *** ты. ***. Возьмите себя в руки, пожалуйста. Я не возьму себя в руки. Потому что я не могу сидеть. Это жулия ***, которая опять льется кулачки. Вас нужно к стенке ставить. И ***. Как врагов народа. ***. Вы. Зубы. Зубы. А что, они думали, что будут сейчас гулять по городу, а перед ними будут расстилаться ковровые дорожки? Нет. Народ будет в лицо высказывать все, что о них думает. Вот такой смелый мужчина. Не боится называть вещи так, как хочет их называть. И я думаю, что многие из его двора и многие зрители, возможно, с этим мужчиной согласятся. Жириновский также, прогуливаясь по Истри, наткнулся на очень яростную пенсионерку. И она размазала просто. Размазала Жириновского. И он убежал оттуда. Вот такого лицемерия и показухи. Я уже давно не видел. Хорошая. Да. Да. Мне 89 лет. И я слежу. А мне нету места. До чего же мы дожили? Одна спекуляция. Да. Держа. Все это должна администрация делать. И города Истри, и Московского. Да. Все продали. Все продали. Ни одного предприятия не оставили. Все продали. Боремся с ними. Боремся. Боремся. Стараемся. 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 К сожалению, коммунисты. Кто с кем борется? Кто старается? Я вам сейчас позже покажу, с кем Жириновский борется. Это просто карусель лицемерия. Кто построили Советский Союз, кто разрушили. Да. Кто все в их руках, кто все раздали. Я ветеран войны. Ветеран войны. И мне нету места. Ну вот. Воевал человек, и через 75 лет продать свою ябеду? Нет. Да. Не пускают. Дай от нас деньги. У нас же полно смородины. Ну дай просто тысячу рублей. А, ну у нас полно смородины. Ну дай тысячу рублей. Серьезно? Тысячу рублей дать в лицо сунуть эту подачку? Как кость бросить народу от барина. И это оппозиционер. Какой это оппозиционер? Что это за показуха? Мы будем стараться помочь вам. Мне не нужна она мне. Это показуха. Ну хорошо, стойте так. Хорошо, будем помогать вам. Помогать будем. Поможете, вы поможете. Ну а что делать еще будем? Знаем, как вы помогаете. Ну а как вы хотите? С оружием в руках? Как помогать? Ну, может, помогались и некуда. Одну спекуляцию разделить. Правильно? Так это же не мы делаем-то. Власть-то в других руках. У нас нет власти никакой. Вот этого. Кого? Путина вот сюда привезли. Ну вот, я приехал, его же нету. Бабушка готова. Оказался бы перед ней Путин. И Путина бы там же, на этом месте, просто развазывал. Ведь Путина сюда привези. То, что она говорит, что воевала, конечно же, есть сомнения. Потому что ей на момент войны было 14 лет. Хотя, с другой стороны, труженицей тыла она могла быть точно, но это даже не важно. Жириновский получил по заслугам. И просто быстрее, быстрее, быстрее оттуда. Рвать когти. И вот это тысяча рублей подачка. И он говорит, что у нас власти нет. Самому не стыдно? Вокруг идет такая толпа, такая орава. Да, мы вам будем помогать. Да, кому вы будете помогать? А почему вы раньше не помогали? Кому вы можете помочь? А мы же вельник, что с ним делают? Ну просто посадить надо. Дома сажают. А, сажают тебя тоже на участке. Я подогнал. Да, давай. Все, все, все. Ну издалека давай, вот сюда встань давай. Издалека, все, не подходи. Все, дистанция, все. Спасибо. Социальная дистанция. Кругом инфекция. Мофеция давит все, душит, подавит все. Вот и все на улице. А пойдет дождь, куда он деться? Никуда. А павильона нет, что ли? Ничего нету, на красном стое. Ну что это такое? Вот такое. Гражданскую войну было лучше. Вот именно. А где? Где нормальный приват? Владимир, можно одну? Быстрее, быстрее, издалека. Ну, вот я, где? Где? Меня нет, вот. Переверите камеру. Переверите камеру. Вот я иду. Это я иду. А где мое лицо? И пускай... Помогите ей. Жириновский даже фургалу помочь не смог своему соратнику. Просто забил на него и все. Орал, что вот мы там будем. И что в итоге? Раз сходил на показуху, и на этом все остановилось. И с бабушкой Светой так же. А бабушкина совесть и честь не продается за тысячу рублей. Хотя я думаю, что для нее эта тысяча не была бы лишней. Но она это пример того, как не нужно брать подачки от власти с барского плеча, а не бояться высказывать все в лицо. Жириновский получил по заслугам и как ошпаренный в бане убежал. И вот Жириновский, вот у нас нет власти, но если мы придем к власти... А Жириновскому это власти не нужна. Его устраивает то, что он получает хорошую зарплату и что находится в хорошем, так сказать, рыбном месте. И давайте посмотрим на их предвыборные агитации. Вот она, Ленинградская область. И вот мне скинул видео один из подписчиков с ЛЕН-ТВ-24. Ну охренеть, конечно, Жирик выдал. Да, действительно, Жирик выдал. И только в прошлом ролике я вам рассказал, что сейчас Шойгу пиарят со всех утюгов. На ролик, на мой, посыпались жалобы от кремлеботов просто сразу же. И я еще больше и больше убеждаюсь в своем предположении о том, что Шойгу готовят к преемникам Путина. Жалобы летят только на ролике с Шойгу. И я уверен, что я сейчас про Шойгу сказал. Про то, что оппозиционер Жириновский пиарит Шойгу. Человека, который в погонах, человека, который даже не служил. Я уверен, что на этот же ролик посыплются жалобы от кремлеботов. Поэтому, друзья мои, делитесь ссылкой на этот ролик. Распространяйте информацию везде, чтобы правду не смогли затоптать. И вот кое-что еще про того же Жириновского. Вы помните прекрасно, как он говорил про силовой захват Украины. Про то, что мы за 24 часа сможем ее захватить и присоединить. Помните, да? Как человек в открытую, по сути, призывал к войне. В юго-восточной Украине могут провести народные сходы какие-то, объявить срочные референдумы и обратиться к нам. Но мы ждать это не можем. Войска будут введены на всю территорию Украины. Любое сопротивление будет подавлено в течение 24 часов. И везде будут вывешены русские флаги. И будет идти зачистка. И никто нигде не посмеет ничего сказать. И нет, его не посадили, не привлекли никакой ответственности. Вспомнили, да? И вот буквально на днях депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин также начал призывать начать войну с Украиной. Сегодня украинскую молодежь, украинское население кормят антироссийские идеологии. Его кормят мясом, натуральным. И он потом захочет этого мяса, извините за такие, может быть, чересчур крылатые сравнения. И вот когда его выпустят из этой клетки, то будет поздно уже идти на него с острогу. Когда снежный ком начинает свое движение с вершины, его проще остановить. Когда вы стоите у подножия вершины, когда этот снежный ком, когда вы стоите у подножия вершины, снежный ком набирает скорость и становится все тяжелее, вы его у подножия вершины уже не остановите, он вас раздавит. Я не говорю о том, что Российскую Федерацию или Российскую Армию кто-то способен раздавить. Но я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой и клали десятки миллионов жизней. Когда можно наносить примитивные удары или меры на чужой территории. Друзья мои, а что это? ЛДПР у нас призывает в открытую идти на Украину? Развязывать войну? Они сейчас об этом говорят абсолютно серьезно. И сколько я вам раз уже говорил? Один звоночек, второй звоночек, третий звоночек. И так как Жириновский скорее не оппозиция, а правая там или левая рука, то судя по всему нас к чему-то активно готовят. И что-то мне подсказывает, что после того, как состоятся выборы, верхушка выложит все карты. И я не уверен, что народу Российской Федерации это понравится. Ладно, пока хватит о Жириновском. Хочу вам показать, как облажался саратовский губернатор. Он приехал в село Маршанка и решил пообщаться с местными жителями. Но, конечно, скоро выборы. Про имитацию бурной деятельности я вам сказал. Но и там не пролезло. Как у вас с ценами на продукты? О, хорошо. Морковка 150 и свекла 150. За 50. Это много или мало? Я думаю, что это вообще ужасно. Ужасно. Морковка и свекла по 150. Это много или мало? Это много или мало? Я, конечно, понимаю, что у них денег хоть, простите, попой жуй. Вот опять же такой подход. А это много или мало? Мало, мало. Давайте до 200 догоним, и вот тогда будет нормально. Вот и что, 150 за килограмм морковки? Это вообще копейки. Ну что, это нормально по-человечески, что ли? Может быть, для него 150 рублей отдать за килограмм морковки? Это так, как выйти на улицу подышать. Но для кого-то эти суммы неподъемные. Ну, губернатор. Такое ощущение, что этот губернатор живет абсолютно в каком-то параллельном мире. На нем надеты шоры, розовые очки. То, что по сторонам творится, он не видит, а впереди розовое и светлое будущее. Но в противовес этому хочу показать красноярского депутата. Это врач Игорь Гринев. И он публично назвал популярную медицинскую процедуру Ширялова политическим действием и экспериментом над людьми. Говорить очень серьезно, к медицине это имеет мало отношения. Здесь какое-то политическое действие. Причем в этом заставляют участвовать врачи. То есть даже врачи, занимающие высокий пост, они говорят одно на камеру, а за глаза они говорят совсем другое. То есть я хочу сказать, что вы знаете, по сути дела это даже вакцинация нельзя назвать, потому что это участие в медицинском эксперименте, потому что те вакцины, которые предъявлены для вакцинации, они не прошли даже все фазы клинических исследований. Ну вот собственно, а об этом ведь говорит врач. И вот что касается того, что он сказал, врачи одни говорят одно, а на самом деле другое. Давайте-ка вспомним Проценко, который говорил за неделю, что нет, я там в политику не пойду, а потом раз и через недельку резко побежал. Так вот, он идет на выборы в Госдуму, готовит совершенно тяжелую артиллерию. То, что Проценко переобулся в полете, это конечно же интересно. Я думаю, что избирателям это понравится. Но у него оказываются благие цели. Мой мотив принять участие в выборах Государственного Думы, он очень прост и очевиден. Оказаться причастным к перезагрузке системы здравоохранения, к обеспечению защиты врачей и пациентов. Именно поэтому 28 числа в 10.30 на площадке «Единой России» по поручению президента и правительства России мы проводим круглый стол вместе с экспертами и врачами по обсуждению вопросов и проблем первичной медицинской помощи. Мы планируем обсудить необходимость ремонт больниц, поликлиник, ФАПов, обеспечения скорой помощи в регионах новыми машинами и средствами оказания экстренной медицинской помощи. Я уверен, что предложения, которые будут сформированы по результатам встречи с экспертами и круглого стола с медиками, станут основой народной программы партии и будут реализованы. А, то есть до этого за 20 лет у нас все было плохо, а сейчас вот Проценко придет и все решит, и новые машины, и больницы отремонтируют. А что до этого 20 лет мы делали, спрашивается? Получается, до этого был провал за провалом, а сейчас все стрельнем, вырастим. Друзья мои, ну сколько сказки-то можно слушать? И вот я вам сказал про Шойгу, что готовят, скорее всего, преемника. А помните, как Проценко тогда пиарили? Путин к нему раз приехал, два приехал, там три приехал. И все это показывали, рассказывали, только для того, чтобы его лицо пропиарить, его голос пропиарить. И тогда еще было совершенно очевидно, что этого человека к чему-то готовят. А здесь вот, пожалуйста, готовый пирожок из больницы и сразу в политику. Круто же, а? И вот знаете, да, скоро выборы, и страна разделилась на несколько лагерей. Первые говорят, что нет, мы будем бойкотировать выборы, потому что все равно ничего не изменится. Вторые говорят, что да, мы пойдем, но не верим. И третьи говорят, да, пойдем, доверим, все нормально. Может быть, есть еще какой-то подвид. Но, как я вижу, основных категорий три. И вот, друзья мои, я вам хочу сейчас показать опрос. Это канал Ребят, что делать, я вам про него уже рассказывал. Ссылка на канал будет в описании. Ребята делают реально интересные опросы. Так что после просмотра данного видео обязательно перейдите, посмотрите полный выпуск. Я считаю, что это действительно очень интересно. Судя по всему, выборы в Государственную Думу в сентябре пройдут без неожиданностей. Мало где в бюллетенях можно будет увидеть фамилии оппозиционных кандидатов. Они лишены права участия в выборах под арестом или под уголовным преследованием, или вовсе были вынуждены эмигрировать. Немало что сделано для того, чтобы облегчить фальсификации. Голосование пройдет в течение трех дней. Увеличено количество регионов, где голосовать будут электронно. Трансляции с камер наблюдения на избирательных участках теперь будут доступны не всем желающим, а только членам комиссии и кандидатам. Мы спросили случайных прохожих, пойдут ли они на выборы в сентябре, честны ли эти выборы, а если пойдут, то почему. В сентябре будут выборы, вы пойдете голосовать? Да, конечно. А верите в честность выборов? Нет. Нет, а зачем тогда голосовать? Из худшего выбираем лучшее, из того, что предлагают, из... по-другому никак. Пойду, пойду. Пойдете, а почему? Потому что надо голосовать. А верите в честность выборов у нас? Верю, верю. Пойдете ли вы голосовать? Да, нет, зачем? А верите в честность выборов у нас в России? Нет. Пойдете голосовать? Нет. А верите в честность выборов у нас в России? Если честно, не интересуюсь политикой. В сентябре будут выборы в Государственную Думу. Пойдете голосовать? Какие выборы, девушка? Выборы в Государственную Думу. Нет у нас никаких выборов. Все это обман, жулье. Я нет, ты как? Я, скорее всего, пойду, но нужно посмотреть программы кандидатов. А верите в то, что у нас в России выборы честные? Вообще нет. Скорее нет. А зачем тогда голосовать? Ну, мне хуже не будет. Ну, потому что, если вы голосуете, фальсифицировать намного сложнее. А потому что, ну, твой билет уже не отдадут кому-то другому. Не знаю. Тоже пока не знаю. Обязательно пойду. А верите в честность выборов у нас в России? Нет, не верю. А зачем тогда голосовать? А я в оппозиции всегда. Спасибо. Открылась в свою позицию. Так же, конечно, пойдем. А верите в честность этих выборов? Нет. Зачем тогда голосовать? Все равно пойдем. Если не пойдем, то бизнес наш бюллетень заполнит. Пойдем. Друзья мои, результаты опроса меня удивили. В конце ролика ребята опубликовали результаты. Но потом вы посмотрите. А сейчас я хотел бы вот что сказать. Поймите меня максимально правильно. Несколько лет назад Навальный сказал то, что друзья, нужно бойкотировать выборы. Нужно туда не ходить, чтобы не обеспечивать явку. Что получилось? Те, кто послушал Навального, оппозиция, просто на выборы не пошли. А за путинцы все бежали на выборы, голосовали. И мы получили очень даже странную статистику. Тогда не только Навальный говорил про бойкотирование выборов. Из каждого оппозиционного утюга лилась эта информация. И тогда казалось, что это действительно хорошая тактика. Если бы не одно но, действительно оппозиция голосовать не пошла. Те люди, кто хочет что-то в стране изменить. А за путинцы, которых все устраивает, побежали и проголосовали. То есть в любом случае, если бойкотировать выборы. Если оппозиционно настроенные люди будут бойкотировать. Все равно там явка будет. Потом Навальный признал, что это была плохая идея. Придумал идею со своим голосованием. Вы знаете о чем речь. И стал призывать голосовать. Но голосовать там за какого-то конкретного кандидата. Это уже другой подход. И вот здесь в опросе люди говорят. Вот мы не верим в честность выборов. Окей, к этому вопросу мы вернемся. И Бондаренко ответит на этот вопрос. Но что касается ходить. Многие из вас напишут. Антон, да тебя наняли, чтобы ты обеспечил явку. Сразу скажу. Ничего подобного. Я сейчас вам высказываю свою конкретно гражданскую позицию. Если сидеть на попе ровно, ничего не делать, а хотеть перемен, ничего абсолютно не изменится. Пример с Хабаровском у нас был. Когда люди пошли, протестно проголосовали, скинули шпорта и поставили фургала. Было дело? Было дело. То есть, примеры у нас в стране имеются. В Томске в результате такого же голосования соратников Навального также поставили на должности. То есть, примеры мы с вами видели. Вопрос только в протестности голосования. Фальсификации это все, это, конечно, понятно. Но для меня дико странна та позиция, когда человек говорит, вот там в стране все плохо, но голосовать я не пойду, потому что это бесполезно. Но а что ты тогда кричишь, если ты ничего не хочешь сделать для себя, для своей страны, для тебя лучше посидеть в инстаграме, полистать ленту или посмотреть телек, а потом ты будешь ныть, что в стране все плохо, а что ты сделал для того, чтобы было хорошо? Ну и вот что от моего одного голоса изменится. Я вам примеры с бычками всегда привожу. Если на чистой площади один человек бросит один бычок, казалось бы, ничего не изменится. Если 100 человек бросит 100 бычков, на площади станет уже не так чисто. Если 10 тысяч человек бросит по одному бычку, площадь будет загажена. А здесь от обратного. Если, конечно же, один человек сходит и проголосует за какую-то партию, кроме ядра, ничего это не даст. А если люди пойдут, все осознанно, целенаправленно проголосуют, это уже будет другой вопрос. Что касается вопроса, а за кого голосовать? А почему я вам должен отвечать на этот вопрос? Пожалуйста, открыли списки, посмотрели, почитали, сами нарыли какую-то информацию, сделали для себя выводы. Я за вас выводы в этом плане делать не хочу. Я знаю, за кого буду голосовать. И, соответственно, я свой выбор сделал на основе анализа. А вот так сидеть, ой, я не знаю, за кого голосовать. Ой, что-то даже не знаю, наверное, не пойду. А что вы сделали вопрос для того, чтобы узнать? Просто задайте себе вопрос. И вот что касается фальсификации, друзья мои, опять же, если вы имеете свою гражданскую позицию, понимаете, что вы хотите перемен, так давайте сделаем для этого все возможное. Есть такие люди, они называются наблюдателями. Наблюдателем стать может практически каждый. В чем проблема? Если вы не верите в честность выборов, пожалуйста, давайте придем на участки, давайте посмотрим, проконтролируем, чтобы было сложнее вбросить, было сложнее подделать. А не так, что я сегодня решил в субботу-воскресенье полежать перед телевизором, а выборы, они как-нибудь там сами пройдут без меня. Так подумал каждый россиянин. И в итоге мы получили, что получили. А представьте, а если вот допустим сейчас каждый из 300 тысяч моих подписчиков придет на выборы, сначала зарегистрируется в качестве наблюдателя, придет понаблюдает, 300 тысяч наблюдателей будет у нас в стране. И что вы хотите сказать, что это ничего не изменит? 300 тысяч. Из 140 миллионной страны, это каждый 466, по-моему. Я думаю, даже этого количества хватит практически на каждый участок. Изменится ли ситуация? Я думаю, что изменится. А то о том, как стать независимым наблюдателем. Во-первых, вы можете погуглить в интернете. Во-вторых, вот какую инструкцию небольшую дал Николай Бондаренко. Мне нужна ваша помощь. Вы знаете, в сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму. Жулики и воры планируют переписать итог голосования. И согласитесь, гораздо легче это будет сделать, если их никто не будет контролировать. Поэтому необходимо записаться в наблюдателя, стать членом комиссии, сделать это элементарно. Переходите по ссылке в описании на сайт Бондаренко Блог, заполняйте анкету и становитесь членом нашей команды. Мы единой силой сломаем хребет в фальсификационной машине и выкинем эту власть на свалку истории абсолютно легальным и законным путем. Если у вас нет опыта, не страшно, мы все расскажем, всему научим. Там нет ничего трудного. Единственное, что необходимо, это активная гражданская позиция и желание поменять жизнь в нашей стране. Если мы останемся дома, от этого проиграют абсолютно все. Запишитесь в наблюдателя и расскажите об этом друзьям. Приведите с собой родственников, коллег, однокурсников, все ваше окружение. И в этом случае уж у власти не останется ни единого шанса. Боритесь за свои права. Под лежачий камень вода не течет. Кто-то из вас сейчас может обвинить меня, сказать, Антон, да, тебя купили, чтобы ты обеспечил явку на выборы. Друзья мои, моя гражданская позиция, это моя гражданская позиция, она не продается. Я надеюсь, что ваша гражданская позиция также не продается, что вы подумаете и поймете, что если ничего не делать, ничего не получится. И если мы с вами хотя бы не попробуем, мы не попробуем. Понимаете, есть огромная пропасть между тем, когда ты даже не пробовал и у тебя не получилось. И когда ты попробовал и сделал все для того, чтобы получилось, но не получилось. Есть огромная пропасть. Но во втором случае есть вариант, что получится. А в первом такой вариант на 100% отсутствует. Подписывайтесь на канал, делитесь этой информацией, пусть вся страна знает правду. С вами были новости с Антоном Хардиным и я не прощаюсь.